Слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. От Басмана до Бойки и Богатого ущелья. Прежде чем покинуть южное побережье и перейти к ознакомлению со средневековыми памятниками на северной стороне Крымских гор, необходимо бросить взгляд на ту историческую картину, которая возникла здесь после того, как была стерта граница в VI веке, делившая Таврику на два почти чуждых друг другу района. Сопоставляя средневековые древности на обеих сторонах главной горной гряды, видим, что с конца IX века вся Таврика охвачена единым и синхронно протекающим во всех ее углах историческим процессом, ярко запечатленным в этих памятниках. На южном побережье Крыма, на всем пространстве между морем и обрывами главной горной гряды, с конца IX века вырастают укрепления, во многом напоминающие феодальные замки Балкан и Кавказа. В то же время они отличаются стратегическими и строительными особенностями, выдающими их сходство с примитивными древними убежищами, на местах которых они по всей вероятности выросли. В IX-X веках появляются два вида таких укреплений. Одни из них весьма велики и находятся в отостительно безопасных местах, а иногда заключают в себе второе внутреннее укрепление своего рода Кремль. Например, Костель близ Алушты или городище на горе Крестовой над Алуштой. Другие, небольшие, стоят на отдельных утесах от Торженцах. Например, Исар-Кая в Гаспре. У Чан-Су Исар близ Ялты. Айтадор близ Алушты. Биюк-Исар у села Оползнилое и другие. Все они расположены на узлах проезжих дорог при выходах из больших ущелий к морю или вблизи основных горных перевалов. Пахкал-Кая, Сераус, Кучук-Исар и т.д. Памятники эти одновременно связи между большими городищами типа Олубкинского Исара, открытыми поселениями, расположенными вокруг них, и мелкими дозорными пунктами, как, например, Гаспренский Исар, не вызывают сомнений. Последние охраняли подступы к большим урочищам, где группировались сельскохозяйственные поселения. Подобные группировки возникали, по-видимому, стихийно. Район Верховьевкачи и Бельбека изобилут аналогичными памятниками, характерными для таврики переходного периода между ранним и зрелым Средневековьем VIII-IX веков. Из них наиболее любопытен комплекс древности Басмана, недавно исследованный археологическим отделом комплексной карстовой экспедиции Академии наук Украинской ССР. Басман – один из наиболее крупных отругов главной горной гряды. Выступает на север от вершины Кемаль-Эгерек и разделяет два при верхних притока реки Качи. С северо-востока Басман отмывает Донго, а с юго-запада у его подножия простирается долина речки Каспаны. Эту долину как бы отгораживает от верховья Бельбека длинный продолговатый водораздел, северный конец которого теряется в холмах предгорье. А южный, примыкающий к главной горной гряде, увенчан большим каменным утесом Ямантаж. Это огромный отторженец, высящийся над ним горы Оксек. Узкое, глубокое и темное русло Донги густо заросло вековым лесом, а солнечная долина Каспаны полна благовыкающих полуодичалых садов, но теперь безлюдно. Современные села разместились ниже. Они стоят на останках предшествовавших поселений, иногда весьма древних, таврских, а затем средневековых, но в большинстве не ранее X века. В долине Каспаны также встречаются следы средневековых усадеб, которые стояли, подобно небольшим хуторам, на невысоких схолмлениях. Все они, судя по археологическим находкам, относятся к XII-XIV векам. В более ранний период средневековья были обжиты в основном не долины, а отроги главной горной граби, в том числе и Басман. Попасть на Басман можно через заповедник, пройдя кордон оленей на реке Япалах и поселок Крымский, откуда можно автобусом, идущим на Бахчисарай, проехать к Донге и, не доезжая до села Шелковичного, бывшая Коуш, сойти от ветвления дороги, которая, минуя огороды на левом берегу реки, ведет на Басман. Можно подъехать к этому месту со стороны Шелковичного, тем же рейсовым автобусом в Бахчисарай, поселок Крымский. Дальше сбиться с пути трудно, так как хорошо промаркированная дорога ведет прямо к туристскому приюту у рудника на поляне Кермен. Последняя получила свое название от находящейся рядом с ней средневековой крепости X-XV веков на утесе Кермен-Кая, отделенном от поляны балкой и ручьем Хурии, который впадает в Донгу. На туристической поляне и вокруг нее в колючих зарослях кустарника можно уловить следы небольшого средневекового поселения. Проглядывают фундаменты построек, угадываются заросшие остатки крепид террасировавших склон. По археологическому материалу, полученному путем шурфовки, поселение можно отнести к тому же времени, что и крепость. На территории укрепления Кермен-Кая при зачистке основания оборонительных стен и башен наряду с обломками разнообразной гончарной посуды, в том числе и херсонской, были найдены куски железного шлака, обломки коричневого железа, пережженная печина и другие остатки средневекового кузнечно-литейного производства, подобного Гаспринскому. Найдено тут и сырье, крупные тяжелые железистые конкреции, вымываемые водой из известняков и оседающие в верховьях рек. В период раннего средневековья, то есть до X века, поселения и крепость еще не существовали. В это время использовались для жилья пещеры на северо-восточных обрывах Басмана. Тропа к ним идет мимо памятника на могиле партизанского командира Кривошты, чей отряд стоял на Басмане, в полуразрушенных, теперь землянках, в лесу у второго источника при дороге на Кемаль-Эгерек. Пещеры снабжены номерами, нанесенными синей краской в период работ археологической экспедиции. Наиболее интересны из них пещеры номер 7 и номер 5. Обе они лучше других сохранили следы приспосабливания под жилье. В этих сухих пещерах работы было немного. Выравнивался пол, передняя часть площадки грота укреплялась подпорной стенкой или барьером. Иногда широко открытая сторона грота закладывалась стеной, в которой, разумеется, имелись проемы. На нее опиралась кровля, расширявшая и дополнявшая естественный навес скалы. Гнездом для стропил над даркообразными отверстиями грота являются следами устройств, увеличивавших полезную площадь. В пещере номер 7 сохранились остатки очага, подле которого при раскопках были собраны обуглившиеся зерна пшеницы и других злаков. В пещере номер 5 найдены мелкие жернова и зернотерки. Тут же стояли пифосы и амфоры, и крупные куски, в том числе и днища, и сету, зачищены при раскопках. Были найдены и разные мелкие вещи. Костяные и рукоятки ножей, сами железные ножи, оселки и прочее. Костяной наконечник стрелы из пещеры номер 5 листовидной формы и тех же размеров, что и современные ему железные наконечники, говорит о высокой ценности металла в тот исторический период. Люди по возможности стремились использовать и другие материалы. В тех же пещерах был вскрыт слой культурных отложений с золой и углями, керамикой и невиданными в долинных поселениях множеством костей домашних животных. Между пещерами на обрыве когда-то висели древянные галереи и лестницы. Видны следы выбитых в скалах гнезд для балок и косых подпорок. Система таких лестниц выводила наверх на край обрыва. Здесь непосредственно с жилыми пещерами возвышается мощная стена Басманский Исар, который был известен Кепину. Концы этого подковообразного сооружения почти примыкают к обрыву. Стена толщиной в 160-180 см сложена из необработанного дикарного камня. Укрепления очень напоминают покладки размером Джалманская, Карагатчская и другие позднеискифские и тавровские укрепления первых веков нашей эры. Есть в ней и нечто сходное с теми Исарами на Юдаге и других местах южного побережья, которые часто не без некоторых оснований связывают с Таврови. При неоднократных зачистках и сурфовках укрепление на Басмане не дало никакого археологического материала, как и многие позднеискифские убежища в предгорьях Крыма. Однако, учитывая местоположение Басманского Исара над комплексом жилых пещер, можно предположить, что это укрепление использовалось для их защиты, ведь они были уязвимы только сверху. Возможность нападения на пещеры снизу, в лоб или с флангов была исключена, так как у подножия обрыва под самой скалой проходила лишь узкая местами подкрепленная кладкой тропа, на которой с трудом могут разойтись двое встречных. Ниже тропы круто падает в русло донги весьма длинный и поросший лесом склон. Если такое соображение справедливо, то им, конечно, еще не исчерпывается вопрос о времени возникновения данного Исара и других ему подобных. Пещерное поселение не докопано до конца. Быть может, нижние его слои в пещере номер 5 придавлены огромным глыбовым завалом, который там обнаружен. Если под завалом окажутся более ранние культурные отложения, то Исар можно будет с таким же основанием относить и к периоду, предшествовавшему поселению 8-10 веков. В сырой и, как считают корстологи, некогда обводненной пещере номер 5, люди жили в каменной хижине, построенной в относительно светлой и сухой привходовой части пещеры. В 10 веке, когда все поселение было оставлено людьми, переседшими на юго-западный склон Басмана, на месте хижины была возведена часовня, а вокруг нее возник небольшой христианский некрополь. Его погребения полностью исследованы. Здесь было найдено надгробие 12-13 веков. Другие находки говорят о том, что храм в пещере часто посещался и, по-видимому, являлся местной святыней. Разрушен он был землетрясением, потрясшим Крым в самом начале 15-го столетия. О землетрясениях не раз свидетельствовали археологические и письменные источники. Катастрофа принесла человеческие жертвы. В глубине пещеры у воды был обнаружен костяк человека, раздавленного, рухнувший на него голыбой. Пещеры Басмана овеяны легендой о золотой колыбели, будто бы спрятанной в их глубине и охраняемой неумолимыми духами гор. По легенде, колыбель являлась родовой реликвией, князей и священной эмблемой подчиненного им племени. Вероятно, и в этом случае, как всегда, легенда поэтизирует и соединяет с фантастическим вымыслом подлинные события. С этой стороны, она заслуживает внимания историков. Оборонительные преимущества Басмана и скрытость его местоположения привлекли раннесредневековых обитателей Таврики в тот период хазарского нашествия, который последовал за поражением в восстании Иоанна Готского. Заметим, что они же были оценены и партизанами Великой Отечественной войны, которые не только стали хозяевами поляны Кермен и всего юго-западного склона хребта, но и использовали его пещеры. Кое-где и сейчас еще заметны следы партизанского быта. Например, в пещере номер 5, прохладной и наиболее окромной, были забазированы продовольствия и боеприпасы. Словом, тут, как и на Ташхабабе Карабе, сходная военная ситуация повлекла за собой и похожее использование природных условий. Ощутимые следы современности на Басмане перекликаются с образами далекого прошлого. Легенда, археологические памятники, недавние были, все делают более близкой и понятной жизнь древних людей, подобно нам, оборонявшихся здесь от поработителей своей родины. Разумеется, сказанное не следует понимать буквально. Неизмеримо далеки от исторической обстановки 8-го и 10-го веков масштабы и социальная обусловленность современных нам событий. Тем не менее, люди того времени были такими же людьми, как и мы. На Басмане это можно ощутить сильнее, чем где бы то ни было. В 6-ти километрах к юго-западу от Басмана на уже упоминавшемся утесе Ямантаж в 1962 году изучалось небольшое дозорное укрепление, похожее в своей основе на Гаспринское, но просуществовавшее дольше него и приобретшее черты феодального замка. Здесь тоже обнаружены обильные остатки интенсивного железоделательного производства. По найденной шурфах керамики укрепление можно датировать 10-15 веками, как и Керменкая. Стоит этот замок невдалеке от мощного источника на скрещении древней, на ней найдены обломки кремниевых орудий с кодопрогонной тропы, на Яну с дорогой, которая идет из верховья Бельбека в долину Каспаны. За Ямантажем темнеет пятиглавая бойка. Пять ее вершин – кушкая, караул кая, сатира, доготырь и куру-шлюк – сливаются в единый силуэт, напоминающий гигантскую хищную птицу, простершую крылья над истоками Бельбека и Кокошской долиной. Со стороны Бельбека и Ялтинской яйлы на подступах к бойке есть два до сих пор не изученных укрепления. Замок на скале Кипия над селом Счастливая, бывшая Биюг-Узенбаш, и маленькая сторожевая крепостца у дороги из села Нагоречи, бывший Кучук-Узенбаш, затем Ключевое, к перевалу Лопата-Багас. Оба села стоят на остатках средневековых поселений. Бойка отделена от главной гряды гигантской щелью Большого каньона. На бойку ведут дороги и тропы от сел Многоречи, Счастливая, Богатырь. Можно попасть на нее и сверху, с Яйлы, по дороге, идущей мимо горы Эндека по западному склону Кушкая. Между вершинами бойки на перевалах имеются остатки заградительных стен, выстроенных в тех же традициях, что и длинные стены на главной горной гряде. Кроме того, бойка имела с западной стороны два небольших дозорных укрепления. Нижняя на одной из скал хребта Курушлюк и верхняя на самом хребте. В труднодоступном урочище, каким являлась бойка, археоноги открыли остатки шести средневековых поселений X-XV веков, жители которых занимались в основном земледелием. На седловине между Сатирой и хребтом Курушлюк, где проходит крутая тропа, а в древности серпантином велась колесная дорога, были зачищены и частично раскопаны руины трехапсидного храма. Раскопки храма позволяют понять, почему Большая гора, на седле которой он стоит, называется Сатира. По-гречески спаситель. Вероятно, так назывался и этот храм. По тому времени он являлся одним из самых крупных в Крыму. Около 18 на 27 метров. Он был построен из тяжелых глыб дикарного камня. Его пол выстилали плиты разноцветного, как мозаика местного конгломерата. Храм был перекрыт рухнувшими теперь арками и сводами из легкого известкового туфа. А для кровли вместо черепицы были применены гладкие песчаниковые плиты. Обнаружены и остатки окружавших храм жилых построек, а также следы оживленной хозяйственной деятельности их обитателей. Богатство и значение храма Спаса на Бойке подчеркивают не только его величина, архитектура и местоположение в центре группы поселений, но и находки дорогой привозной посуды, видимо, херсонского или и малайзийского происхождения, резные надгробия, большие аноментированные пифосы и прочее. Вероятно, храму Спаса принадлежала кузнечно-литейная мастерская, открытая рядом с ним у дороги на седле Сатиры. Не в связи с этим на Бойке, наряду с сельским хозяйством, был широко распространен угольный промышев, следами которого являются многочисленные углеобжигательные ямы, заросшие дубами, которым уже не одна сотня лет. Так как на Бойке, замкнутой со всех сторон, отсутствуют признаки каких-либо внутренних сооружений типа замка или цитадели, можно сделать вывод, что хозяином Бойки являлся большой храм, настоятель которого, вероятно, управлял поселениями урочища, ведал их обороны и т.д. Бойка, как церковно-феодальный удел, прожила долго, вплоть до прихода турок. Местная легенда повествует о трудной и долгой осаде ими Бойки, которая, по словам легенды, была большим городом. Известный исследователь средневекового Крыма Репников высказал предположение, не является ли название Бойка синонимом почтенной Пойки, упомянутой в одной из надписей Мангупа XIV века. Неподалеку от Бойки, к западу, под утесом Щую-Рю-Кая, где сохранились остатки замка X-XIII веков, с четырехугольной башней донжоном и двойным кольцом боевых стен, было расположено поселение с маленькой церковью того же времени. Среди ее развалин найден камень с надписью, упоминающий Феодора, т.е. Мангуп. Связь данного района и его средневековых памятников с Мангупом не вызывает сомнений. Утес и замок Сую-Рю-Кая с южной стороны огибает дорога, на лесной кордон чайный домик, оттуда налево дорога в урочище Ай-Димитрий, с остатками небольшого храма и поселения. Направо к известному туристам полуразрушенному Бельвендеру Орлиный залет, одна из скал массива Седам-Кая. Под Орлитым залетом в гроте Данильча-Коба обращают на себя внимание остатки какой-то постройки. Здесь, как и в пещерах Басмана, обнаружен культурный слой с костями животных и черепками средневековой керамики времени хазарского нашествия. Из урочища Ай-Димитрий можно попасть в Байдарскую долину или в богатые ущелья, простирающиеся с северо-западной стороны Седам-Кая. С юга ущелья как бы охраняет отдельно стоящий утес Сандык-Кая. Под которым находится перевал дороги из урочища Ай-Димитрий в селе Поляна. На утесе сохранились руины стен, башен и других построек замка подобного Сююрю-Кая. Внизу на северных склонах Седам-Кая у современного села Поляна заметны остатки разбросанных на широком пространстве усадеб средневекового Маркура. Некоторые жители села используют в своем хозяйстве пифосы и кувшины 10-13 столетий, случайно выкопанные на огородах. К северу и северо-западу от богатого ущелья расположены еще два средневековых укрепления Пампук-Кая над селом Голубинка, бывшая Фоти-Сала и Керменчик, между селом Пещерное, бывший Ашага-Керменчик и село Квысокое, бывшие Юхары-Керменчик. Чтобы полностью разобраться в памятниках, беглый обзор которых мы совершили, необходимо помнить, что все они многослойны, поэтому отпечаток более поздних периодов способен заслонить в них менее свежие черты раннего Средневековья. Между тем, в этих памятниках, как в зеркале, отражен тот процесс, в силу которого Таврика в 10 веке и позднее предстает как Готия, страна с более-менее определенными территориальными границами, феодальным строем и оригинальной, но отнюдь не готской культурой. Феодальная Таврика. Победа Хазар над повстанцами и агрессивных характерах владычества в Крыму вызвали, судя по археологическим данным, глубокий перелом в хозяйственной деятельности, быте и культуре значительной части населения предгорных районов и южного побережья Крыма. Речные долины в юго-западном предгорье заметно пустеют. С 8 до 10 века здесь почти не остается открытых земледельческих поселений, за исключением тех, которые были наиболее тесно связаны с уцелевшими укрепленными пунктами. Происходит еще одно массовое передвижение жителей долин глубже в горы. В Таврике 8-10 века наблюдается временный упадок хлебопашества. Замирают земледельческие поселения и усиленно развивается скотоводство на труднодоступных нагорьях Яйле. Одновременно возле скотопрогонных дорог на Яйлу появляются новые поселения. Основу отгонного скотоводства в горном Крыму заложили еще Тавры и оно здесь никогда не прекращалось. Когда же притеснение со стороны Хазар принудили людей покинуть плодородные долины и поселиться в горах, скотоводство приобрело особенно большой размах. Снова возросло значение охоты и рыбной ловли. Люди сеют хлеб на небольших лесных полянах, собирают дикие плоды. Последнее, как видно, сопровождалось перенесением некоторых навыков садоводства в условия горных лесов. Вокруг лесных плодовых деревьев вырубали и выкорчевывали другие деревья и подлесок, устанавливали известный уход за ними, а порой использовали их в качестве подвоя для прививки культурных сортов. Многие из лесных яблонь, груш и других деревьев в самой глубине горного Крыма хранят следы весьма давнего вмешательства человека в их судьбу. Возраст некоторых из них насчитывает не одно столетие, ведь позднесредневековое садоводство в горах Крыма не могло возникнуть сразу, в том совершенном виде, в каком его можно наблюдать в 15-18 и даже еще в 19 столетиях. О мизерности зернового хозяйства в 8-9 веках говорят миниатюрные жернова ручных мельниц и мелкие зернотерки, найденные в целом ряде пещер и гротов главной горной гряды, которые после многовекового перерыва снова используются под жилье. Такие поселения далеко не единичны. Комплексы средневековных пещер-жилищ с культурным слоем, говорящим о постоянном обитании у них человека, имеются на трогах горного массива Караби, в частности над рекой Суад. Есть они кое-где и по правому берегу Малого Салгира. Более многочисленные жилые пещеры обнаружены над истоками Большого Салгира и в районе его верхних притоков. Четырдагские пещеры и гроты над селом Мраморное, пещеры от рогов Долгоруковского массива, например, в уродище Яни, Сала, близ села Перевальная, бывшая Ангара. Та же картина наблюдается и в ряде пещер и гротов Демирджи. Но больше всего средневековых поселений в пещерах приходится на юго-западные районы Таврики. По обе стороны главной горной гряды и ее от рогов Над побережьем известны жилые пещеры Иогров, Висячая, Ставрикайская, пещеры над Форосом и Шайтан-Мердвенем, гроты в скалах Ласпи и ряд других, где найдены следы использования их в 8-10 веках в качестве жилищ. На северной стороне гор известны пещеры Сюн-Дур-Лю-Коба в уродище Ай-Димитрий, а также в верховьях Узун-Джи и Баги, притоков реки Черной. Внутри всех пещерных жилищ имелись очаги. Здесь же хранились посуда, скудные запасы зерна, в амфорах и пифасах, примитивная домашняя утварь. В описанном ранее басманном поселении, как и в других, над всеми находками преобладают кости мелкого и крупного рогатого скота. Это-то и говорит о том, что мясо было главным продуктом питания обитателей пещерных поселений, а скотоводство, несомненно, являлось их основным занятием. Скот составил все богатство людей, живших во времена раннего Средневековья в пещерах Таврики. Не приходится сомневаться, что хорошее стадо, как и в более ранние времена, являлось предметом зависти соседей. Поэтому присвоение его могло быть целью грабительских налетов как соплеменников, так и пришлых врагов. Угрожали скоту и дикие звери, волки, медведи, которые, судя по их костным остаткам, водились тогда в лесах Крыма. Обитатели пещер должны были изыскивать способы охраны стад в ночное время или зимой, когда прекращается выгон скота на Нагорье, а также в минуты военной опасности. Возможно, этой целью и служила построенная над басманскими жилыми пещерами подковообразная каменная стена, концы которой почти примыкают к краям обрыва. Такой загон представлял собой примитивную, но почти неприступную крепость, вероятно, игравшую оборонительную роль и для самого поселения. В горах и на побережье Крыма встречаются разнообразные варианты подобных укреплений, загонов и одновременно убежищ. Биюк-Исар над селом Оползнево, Исар над перевалом Шайтан-Мерзвень и другие. Примитивная фортификация, первобытный характер кладки из необработанных камней, вся дикая внешность и мощь этих сооружений долгое время заставляли археологов приписывать их таврам. Однако специальные исследования показали, что как раз те из укреплений, которые казались вероятнее всего тавровскими или не дают никаких археологических находок, Басман-Аюдакский Исар, или дают незначительный и лишь средневековый материал, Исар-Ушайтан-Мердвеня. По аналогии с последними, можно и первые отнести к средневековью, особенно если учесть их близость со средневековыми поселениями, замками и монастырями. Однако другие укрепления, чрезвычайно похожие на эти по строительным приемам, на горе Кошка, на Кастели, дают наряду со средневековым и таврский материал. По-видимому, в Таврике от глубокой древности до зрелого средневековья существовала непрерывная преемственность устойчивых хозяйственных, оборонительных и строительных традиций. На северной стороне гор в труднодоступных местах по реке Черный, верховьях Бельбека, Качи и других лет к концу IX века появляются, как и на южном побережье, небольшие, но мощные замки, словно орлиные гнезда на крутых скалистых высотах. Они господствуют над ущельями и долинами. Это Сандык над селом Поляна, Сююрю-Кая у подъема на Айпетре, Кермен-Кая на Басмане, Пахкайл-Кая над Ангарским перевалом, Сарджик над рекой Черный и другие. В X веке экономическое и политическое положение всех районов ранней средневековой Таврики становится почти одинаковым. Оно характеризуется окончательной децентрализацией административного управления относительно свободы сельских общин, организационно-хозяйственной, роль которых, по-видимому, еще далеко не снижается. Появляются новые и восстанавливаются старые земледельческие поселения в речных долинах Предгорья. Одновременно сохраняются и пастушеские поселения в достаточно обжитых горных районах. Все это сопровождается самым оживленным строительством храмов и монастырей. Постепенно некоторые из них превратятся в церковно-административные центры, тот же Партенитский монастырь, и подчинят себе целой группой сельскохозяйственных поселений. Характерно, что многие из поселений того времени носят имена святых, во имя которых возникают храмы Айтадор, Айдимитрий, Аййори и прочие. Подобная популярность имен святых воинов говорит об усилении военно-феодальных настроений и взглядов в тот период. Группировка части сельских общин вокруг монастырей и больших храмов приводила к возникновению своеобразных феодально-церковных организаций, очень похожих на западноевропейские аббатства. Они сыграли немалую роль в жизни средневековой таврики и, очевидно, явились основой возникавших тогда и епископей. Возможно, что некоторые из них, например, Бойко, даже после поражения и восстания Иоанна Готского, держались наравне с теми группировками поселений, которые носили чисто светский характер. Но вооруженная сила, военно-дружинная прослойка, ковалась в поселениях. Именно этой силе было суждено вскоре возглавить феодальное государство в Крыму. Подчинение местной церкви светским князьям Таврики оставляло ей полную свободу хозяйственной и церковно-административной деятельности. Знакомясь с немногими церковными документами, которые опубликованы и доступны всем, мы увидим, что не столько заботы о душах пасты, сколько чисто земные хлопоты о материальном благосостоянии и обогащении поглощают внимание епископов Готии. Однако этим они, очевидно, немало способствовали собиранию сельских общин вокруг Мангупа, от которого полностью зависели. А вся духовная деятельность церкви сеяла в Таврики семена той феодальной идеологии, тех теократических идей, без которых не может обойтись феодальное государство. В подобных обстоятельствах термин Готия не обрел реального политического содержания. Он не стал названием государства или страны, за ним лишь остался церковно-топографический смысл. Крымская Готия – это всего-навсего обозначение самой крупной в средневековом Крыму епархии, территориальной границы, которые, подчеркнем, были весьма условными и не раз изменялись. Владычество Хазар в Крыму, а затем и распад Хазарского государства во второй половине X века, после разгрома Святославом их столицы Итиля в 969 году, привели ко вторичному заселению речных долин и новому расцвету земледелия, особенно в юго-западных районах полуострова. Однако затем угроза со стороны кочевников, печенегов, полохцев и, наконец, монголов-тадар, вызывают усиление и рост военно-дружинной прослойки, укрепляются неограниченные авторитеты ее предводителей. Последние, используя в своих выгодах предоставленную вооруженную власть, довольно быстро превращаются в мелких книжков, властителей небольших уделов. Этот процесс в XI-XIII веках вызывает появление многочисленных новых замков, а ранее возникшие перестраиваются в соответствии с возросшими фортификационными требованиями. Расположенные удачнее других и лучше укрепленные городища, например, Мангуб, Чуфут-Кале, Салхат, Сугдея, в это время расширяются и обрастают дополнительными поясами стен и башен. Они превращаются в феодальные города. Жилища же горных феодалов приобретают замкнутый характер и все более и более отчуждаются от поселений земледельческих общин. Они становятся родовыми гнездами княжеских семей и местопримыванием подчиненных князьям дружин. Об этом говорят малые размеры укрепленных усадеб, наличие собственных кузнец, оружия, обособленных храмов Малелия, фамильных усыпальниц. Эти детали бросаются в глаза при обследовании таких укреплений, как Сандык-Кая, Кермен-Кая, Биюк-Исар, Демирджисы, Кая-Крепости, ряд других. От этого смутного времени почти не дошло письменных источников. И нам неизвестно столкновения, несомненно, происходившие между феодалами. Мы не знаем, как в борьбе друг с другом слабые становились вассалами сильных, как возникла централизованная система феодальной зависимости. Складывался аппарат единого управления Таврикой. Однако есть основания думать, что перед лицом всегда близкой и активной угрожей общего для всех врага хищных кочевых племен феодалой Таврики держались достаточно споченно. Кроме того, в обстановке непрерывной опасности, когда воином становился каждый боеспособный член сельской общины, а внимание у властилина было приковано к чисто военным делам, старейшие на общине играли далеко не последнюю роль. А поэтому и феодальные отношения в Таврике долго сограняли полупатриархальную окраску. Этому способствовало и ослабление влияния Херсона, вызванное смещением в сторону от Таврики торгового пути в Греки. Теперь он шел через восточный Крым над Муторакань. Крайнее ограничение размаха торговли Таврики поневоле привязывало к земле все слои ее населения. Это долго мешало накоплению больших богатств и полному социальному отрыву знати от простых земледельцев. Вот почему в феодальные гнезды горного Крыма мы не увидим особой роскоши и той помпезности архитектуры, какая характеризуют замки Западной Европы. Обзор дальнейшей истории средневековой Таврики Готии входит в другую главу. Добавим лишь еще один штрих к общей картине экономического и политического положения в горах и на южном побережье. Когда древнерусское государство оказалось блокированным монголо-татарскими ордами, а русское Тмотараканское княжество, охранявшее Великий Торговый Путь, прекратило свое существование, для средневекового Крыма наступил период временного и неустойчивого равновесия, в котором взаимодействуют три основных силы. С одной стороны Готия, превратившаяся в княжество Феодора, с феодальной системой управления, организованной военной силой и дружественными связями с Херсоном и Трапезундской империей. С другой стороны, ее злейший враг – смешанные тюркоязычные монголо-татарские орды, переходившие к оседлой жизни в степи восточного центрального предгорья на Керченском полуострове. Третьей силой являлись итальянцы – венецианцы, а затем генуэзцы, обосновавшиеся в районе Сугдеи и Кафы, а затем все время расширявшие территорию своих колоний. Как мы увидим в последующих очерках, в результате одновременных, а порой и совместных агрессивных действий кочевников и итальянских торгашей, от Готии отпадают восточные районы Таврики, Алушта и район Чатердада становятся восточным флангом владения Феодора, а весь район предгорья по Салгиеру, Альми и вокруг Чуфут-Кале на время делаются спорные территории. Возникшее, по-видимому, здесь самостоятельное княжество вокруг укрепления Кырк-Ер или Кырк-Ор в Чуфут-Кале оказалось недолговечным. На южном побережье интересы Феодора сталкиваются с притязаниями генуи. Итальянцы то и дело захватывают приморские укрепления. В некоторых из них, Алуштинском, Гурзурском и других, они обосновываются на длительное время. В Чембало Балаклаве остаются до 1475 года и превращают бухту, крепость в ближайшую сельскохозяйственную территорию в свой западный форпост на побережье. По-видимому, именно тогда, когда генуевцы создали свое специальное военно-административное учреждение, капитанство Готию, целью которого было обеспечить безопасность их каботажного плавания в Черном море и торговле на южных берегах Крыма, князья Феодора, господа Готии, по итальянскому источнику, противодействуя им, построили свое укрепление по соседству с береговыми крепостями, переходившими из рук в руки. Видимо, таким путем они стремились не пускать итальянцев вглубь Горного Крыма. Ничем другим нельзя объяснить появление именно в этот период целого ряда как бы спаренных крепостей. Напомним их. Чимбало и Камара, Верхние и Нижние Арианские крепости, Панеа и крепость на Кошке, Гурзунская крепость и Елин Кая у Краснокавенки, укрепление на мысе Мартьян и Палеок Кастрон у села Никита, Алуштинская и Демерджийская крепости и другие. Это явление, характерное, подчеркиваем, лишь для южного побережья Таврики, от Алушта до Балаклавы, отражает, вероятно, двоевластие, которое на нем царило, и борьбу между Генуей и князьями Феодора, считавшими себя, как свидетельствует их титул, законными владителями Поморья. Субтитры создавал DimaTorzok